Всем привет! Меня зовут Виктория и вы на канале Удачные Секреты. Сегодня буду готовить диетическое блюдо, которое будет сытным, вкусным и полезным. Также оно подойдет для питания людям, которые занимаются спортом и следят за своей фигурой. Это будет цветная капуста, нафаршированная мясным фаршем. Еще я приготовила вот такой соус из сметаны к этому блюду. Как я готовила, следите за моим рецептом и вы все увидите. Ну вот мы в самом начале приготовления моего блюда. Я сейчас покажу продукты, которые буду использовать в процессе. Итак, вся зелень, помидоры, редис, огурцы, пекинская капуста. Это на украшение. Вот это сметана, чеснок, но тут еще будет перец, соль, укроп. Кто смотрит мой канал, знает, что это мой любимый соус будет. Но вот это вот все, это не обязательно. Это, так сказать, моя прихоть. Я люблю украшать блюда. Основное же это фарш куриный у меня. Можно взять другой, можно свиной, можно свиноговяжий, какой вам нравится. Лук, перец, соль, это тоже будет все пойдет в фарш. И цветная капуста. Вот это вот основа моего рецепта. Ну что, продолжаем готовить дальше. Для начала приварю капусту, ну, буквально где-то 5 минут с хорошо подсоленной водой. Это делаю для того, чтобы капуста пропиталась солью, не была пресной. Ну и работать с ней будет гораздо удобнее. Итак, жду 5 минут и вынимаю ее из кипятка. Пока капуста остывает, я ее мыла из кипятка, займусь фаршем. Итак, я уже говорила, у меня куриный фарш и немножко салоса нового я добавила сюда. Сюда же отправляю натертый, на мелкой терке лук. Можно это сделать на крупной терке или нарезать кубиками, кто как любит. Попробую. Любим запченое, поэтому не жалею перца. И посолю. Теперь это все перемешаю. Ну вот, фарш готов. Сейчас буду заниматься капустой дальше. Я вам сейчас объясню, что буду делать. Итак, капусте буду вырезать в кое-какие соцветия. Я сейчас это за кадром быстренько сделаю, чтобы не занимать ваше время. И потом продолжим готовить дальше. Ну вот, я над кочаном поработала. Как видите, вырезала соцветия. Постаралась это сделать более или менее симметрично. Отправила кочан на фольгу, которую смазала растительным маслом. А сейчас в эти отверстия буду закладывать фарш. Постарайтесь это делать поплотнее. Потому что вы же понимаете, чем больше мяса, тем будет вкуснее. По крайней мере, так считают в моей семье. Да, еще хотела вам сказать. Если вдруг вам попадется большой кочан, его можно просто-напросто разрезать пополам. И уже на срезе, вы представляете, будут пространства такие, которые можно тоже заполнить фаршем. И еще в этом рецепте можно использовать брокколи. Тогда на блюде кочан будет выглядеть более выигрышно. Но опять же, в моей семье больше любят цветную капусту. И мы всегда выбираем ее. Не знаю почему. Ну вот так вот продолжаю заполнять все пространство. Получается такой футбольный мячик. Итак, кочан полностью заполнен фаршем. Пока я тут работала с ним, мне не очень-то понравилось, что он получается какой-то бесцветный. Поэтому я решила его немножечко украсить. Взяла помидорку черри, разрезала на дольки. И вот так вот фарш вдавлю в каждое отверстие по кусочку. Это будет не только красиво, но и вкусно. А теперь укутываю кочан в фольгу. Сначала в один слой. И следом буду укутывать во второй слой, чтобы поплотнее все протушилось хорошенько. И отправлю свое блюдо на полчаса в духовку, которая у меня разогрета до 180 градусов. Пока капуста в духовке, сделаю соус. Теперь сметану. Соль. Черчу. И немножко зеленого. Это укроп и петрушка. Соль. 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 Добавляю соус. Добавляю в соус еще немного чеснока. Добавляю соус, добавляю в духовке, есть время украсить брунтами. На дно я выкладываю пекинскую капусту, сейчас будем фантазировать. Можно воспользоваться каким-нибудь салатом. Это самое любимое мое занятие в приготовлении. Заготовить тоже очень люблю. Дальше я вот таким ножом нарезала огурцы. Сейчас я покажу, как вот так, тоненькими-тоненькими пластиками. Вот. И точно так же нарезала редиску тоже. Это для того, чтобы она хорошо, ну, была такая гибкая, вскипалась. Вот. У меня тут кружочки есть уже готовые. Сейчас из вот этих овощей буду делать вот что-то наподобие этого. И выкладывать. Да, кстати, еще здесь, наверное, немножко не хватает петрушки и укропа. Вот так вот уложу петрушку и укропчик. Так будет красивее. В произвольном порядке. И теперь буду делать цветочки. Итак, в одном кружочке делаю надрез. И вот сюда, в надрез, буду вставлять остальные кружочки. Вот так, в одну сторону и в другую. И получается вот такой цветничек. Точно так же буду делать и из огурчика. Сейчас я покажу. Надрез. Как-нибудь скрутить его. и сунуть сюда внутрь. И еще. И буду чередовать цветочек из огурца, цветочек из редиски. Все это делать буду за кадром. Вот так я украсила свое блюдо. Добавила еще немножко помидор. Капуста готова. Провела она в духовке 30 минут. Этого времени вполне достаточно для того, чтобы она приготовилась. У меня оставался еще фарш. И я сделала вот такие тефтельки. Отправляю их тоже на блюдо. Сейчас открываю качан. Ну вот, как раз помидорки здесь в тему. Отлично, красиво получилось. Без них было бы как-то скучновато. Я тут прочитала про цветную капусту. Оказывается, у нее очень много полезных свойств. Она предохраняет и мужчин, и женщин от ряда заболеваний, в том числе и онко. Такой ужин подойдет любому спортсмену. Он богатый белками, и низкокалорийный, и очень вкусный. А в сочетании с фаршем, да еще и куриным, вообще получается какая-то мечта бодибилдера. Так что готовьте, пробуйте. Это очень вкусно. На этом я прощаюсь с вами. Желаю всем хорошего настроения и здоровья.